Забирают военкомат прямо посреди бела дня и на улице. Принудительная мобилизация в оккупированном последние 8 лет Донецке началась еще два месяца назад. И в середине марта глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявлял. Мобилизационная кампания если не завершена, то она близка к завершению и формируются по сути резервы. Но как выяснилось, людей до сих пор не хватает. В армию продолжают забирать гражданских и как добровольцев отправляют самые горячие точки боевых действий. Уже есть первые жертвы. Например, в бою под Мариуполем погиб известный пианист Донецкой филармонии Николай Звягинцев. Я знаю несколько мужчин, которых забрали в военкомат в Макеевке и там заставляли подписать заявление, что они добровольцы. Кто не хотел, шел на подвал, а потом подписывал. Соответственно, для добровольцев никаких выплат в случае смерти не предусмотрено. Да о них, об этих выплачиваемых в России миллионах. В ДНР вообще ничего и не слышно. Только про похороны то тут, то там рассказывают. Екатерина, жительница оккупированного Донецка для Радио Свобода. Забирают также студентов и преподавателей пенсионного возраста, местных вузов и техникумов. Те, кого еще не призвали, представители малого и среднего бизнеса залегли на дно. Доходов они не получают. Мы вот с кумом сегодня тоже, как Путин, специальную операцию провели. Выбрались машиной в поселок парикмахерскую. Зашли огородами к мастеру и за заперто дверью и закрытыми жалюзи окнами смогли подстричься. Два месяца уже прячемся, но пушечным мясом для русских не будем. Житель оккупированного Донецка для Радио Свобода. Не меняется в оккупированном Донецке и ситуация с водоснабжением. В домах местных жителей вода появляется всего лишь раз в три дня на пару часов. За питьевой нужно выстоять огромные очереди. От осознания масштабов катастрофы люди впадают в отчаяние. Питьевую покупаем, когда удается выстоять. Пару дней назад я полтора часа простояла. Только четыре бутылки смогла купить. Экономическая и гуманитарная ситуация в Донецке вызывает все больше недоверия главе так называемой ДНР Денису Пушилину. К его супруге местные тоже относятся негативно. Ирина Пушилина стала первым президентом Федерации художественной гимнастики и быстро выстроила все финансовые потоки под себя. Об этом Радио Свобода рассказывает мать одной из спортсменок на условиях анонимности. Помнят жители Донецка и то, что после переезда из Макеевки семья Пушилиных самовольно заняли чужой дом. Он ранее принадлежал донецкому бизнесмену Сергею Хановичу. А затем возник вопрос, а где их детям заниматься спортом? И вот мадам топнула ножкой и муж – пожалуйста. Выгнал спортсменов, ранее занимавшихся в спортивном комплексе «Локомотив» в Донецке. Потом добровольно заставил местные компании сделать там ремонт. И его дети получили возможность там тренироваться. Жительница оккупированного Донецка для Радио Свобода. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины жители Донецка вынуждены существовать без доступа к воде, к социальной помощи, без свободного доступа к продуктам и в страхе от принудительной мобилизации. В то же время всеми местной власти, так называемой ДНР, уже давно эвакуированы в Москву.